О любви немало песен сложено и у известного певца Эмина на днях он посетил областную столицу. О чем мечтает артист и на чьих концертах засыпает, об этом и не только он рассказал в нашей программе. У вас вышел дуэт с Александра Софина, где вы перепели песню «Синяя вечность» на итальянском и на русском языке соответственно. Известный факт, что вы с Муслимом Агомаевым с детства, он был вашим наставником, можно так сказать, но при этом говорили, что вам всегда страшно при нем было выступать или исполнять что-либо. Я скрывал от него до последнего, что я вообще пою, потому что при Муслимом Агомедовиче и Пете выступать было... Потому что величина его таланта вас пугала или он вас критиковал где-то, говорил, ну ноту как-то вот не так именно взял. Не, он, кстати, у него не было такого качества, он никогда не критиковал, никогда даже не корректировал. Это была отличительной частью его характера, потому что он, ну, будет человеком очень большим, особенно в творчестве и музыке. Он понимал, что любое сказанное слово может, наверное, как-то повлиять, может быть, ну, обидеть, заставить не заниматься музыкой. Наоборот, он только хвалил. И что даже вот был период, у меня там был концерт где-то, была запись, он говорит, я слышал, что ты концерт записал. Я говорю, да, Муслим Агомедович, пришли мне записи. Я говорю, никогда ни за что, говорит, не, не, пришли, я хочу посмотреть. Ну, я, естественно, прислал, все, потом он мне позвонил, говорит, ты знаешь, очень неплохо, есть хорошие песни, которые мне понравились. Какие песни, да? Ему нравилось из того, что я сочинял песни с тылом, всегда говорил мне комплименты по поводу этого трека. Ваш сын Али сделал себе дреды и фанатеет от Эл-Джея. Вы, как папа 10-летнего сына, как вы к этому относитесь? Нормально. Мне кажется, сегодня в современном мире мне все ребенку нравится. Знаете, когда появился Эл-Эспресс в 54-м году, все родители запрещали слушать прессу. От этого никто из детей перестать его слушать не смог. То есть все равно это запретить невозможно. Я не сравниваю, конечно, Эл-Джея с прессом, но говорю о том, что любая современная музыка, которая непонятна нам, взрослым, или, может быть, мы ее не одобряем, не согласны с ней, она все равно найдет свои пути, тем более сегодня она абсолютно доступна. Гаджеты, Ютуб, там все есть. А вот он спрашивал, пап, можно дреды сделать? Он, честно говоря, спросил у мамы, она сразу разрешила, и здесь уже я не стал быть вторым плохим родителем. Но зато мы были уже на двух концертах Эл-Джея, на одном даже были. И вы тоже? Я сам тоже вместе с ним в Баку пошел. И как вам? Ну, мне не очень понравилось, что Эл-Джея вышел спустя два часа после ночи. Мы его сидели, ждали, я заснул, честно говоря. Ну, было интересно. У вас есть мечта открыть свой театр. Что бы это был за театр? Это был бы современный театр, однозначно. А это Гогольцентр? Ну, наверное, да. Что-то вот из этой области. И это была бы такая площадка-трансформер, где не обязательно нужна сцена. То есть театр может быть в любой части этого пространства. Или само пространство может превращаться в театр. То есть я это вижу в таком каком-то очень многофункциональном современном варианте. Пока не додумал и пока не реализовал. Но, надеюсь, однажды все получится. Когда вы сам в последний раз были в театре? И на какой спектакль? Недавно ходил на Пашу Деревянко. Очень интересный спектакль. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, как он называется. Буквально два месяца назад, полтора года. Фантастический он, конечно, играет. Вообще, я его большой фанат. Я с ним недавно посмотрел «Домашний арест» и пошел к нему сразу в театр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова